Я делаю сегодня анонс своих передач. И я выпущу скоро фильм, где я соединю все фильмы о том, как делать удобрения зелёные, заготавливать зимы. Всё соединю в одном фильме. Вкратце это всё расскажу, чтобы вспомнить. Сейчас как раз самое время этим заняться. Я сделала очень много фильмов про сады своих знакомых, подруг. Тоже будут очень интересные выпуски. И в том числе будут интересные выпуски об английских малых садах. И вы увидите, как это интересно, они их обустраивают. Я просто уверена, что вам это всё понравится. А я буду рада видеть вас на своём канале. Очень рада. До встречи. Пока. Жду Светлану. Светлана посмотрела все ваши комментарии. Передаёт вам огромный привет и огромную благодарность. Такая вот симпатичная чашечка есть. Внутри у неё цветочек и вот такая мула. И незаметно разговор зашёл о бархатцах. Об этих замечательных, красивых растениях, украшающих наши цветники и дачи. О том, какие у них полезные свойства. О том, как они украшают нашу жизнь. И о том, как можно с помощью их помолодеть. А также о том, что они могут помочь сохранить наше зрение. Загар стал виден, а то я уже стала бледной. Берут листочки и во льду делают. А потом этим льдом протирают лицо. Получается омолажено лицо, потому что суживаются сосуды, выходит всякая гадость. И каждое утро вместо умывания холодного лёда, это прекрасно вообще. Итак, я сначала сделала отвар из цветков тагетиса или бархатца. И потом это всё заморозила в кубиках льда. И теперь этим прекрасным средством, антисептическим, омолаживающим, я буду протирать своё лицо. Вообще, это уникальное средство. Меня оно поразило, потому что оно действительно обладает какими-то мистическими свойствами. Я вам очень рекомендую. Это такое замечательное растение. Оно прогоняет всех микробов, паразитов, не только от растений. Есть нематоды. И нематоды, с ними вообще даже химической борьбы нет такой. Ну, в общем, это невозможно от них избавиться. Но вот именно бархатцы могут избавить растения от нематоды. И избавляют от паразитов не только растения, но и нас, людей. И это потрясающее его свойство. Необыкновенные бархатцы. Они вносят солнце, вносят радость. Они никакими болезнями особенно не подвержены сами. Но, правда, их объедают улитки. Все их очень любят сажать. Но все уже давно знают, что их полезно и на грядки сажать, и при входе в парник. Вот я тоже делала фильм. Для глаз очень важен бетеин. Это один из картиноидов. Мы все привыкли, что картиноиды у нас содержатся в моркови. Бета-каротин. Вот про бета-каротин мы все знаем. Да. Финт, картиноид, это самый важный, самый такой нужный для людей картиноид. Мы об этом мало знаем. Человеку нужно 5 миллиграммов в день. В сут 5 желтков. Или 2,5 килограмма моркови. Или 400 грамм тыквы. Или 50 грамм шпината. Но можно и 1 грамм высушенных бархатцев. Вы представляете, насколько это приятно, насколько это полезно. Их можно, эти бархатцы, заваривать и употреблять также в пищу. Как их использовать и что именно бархатцев взять, я покажу потом. Но сейчас могу сказать, что это вообще чудодейственная, совершенно чудодейственная вещь. Потому что лютеин мало-мало где можно. Человек, в общем, только вот оттуда может взять. А какие свойства у бархатцев? Антисептическая, антимикробная, спазмолитическая, слабительная, желчегонная, мочегонная, противовоспалительная, противоглистная, седативная, общеукрепляющая. Я вам очень рекомендую, дорогие друзья, я специально сделала эту передачу. Потому что, сделав предыдущий фильм, я не знала таких вот вещей. Но это такие, особенно для зрения. И нам уже, тем более это очень важно, потому что зрение с годами начинает падать. Очень важно и для маленьких детей. Многие маленькие дети одевают очки, потому что у солнца есть еще синие лучи. Синие лучи разрушают как раз глаз. И нам все советуют носить очки от солнца. Но маленькие дети не любят, а у них достаточно еще незащищенные глаза. Очищают почки, печень. И вообще это растение действительно мистическое. Оно лечит все. Оно лечит как растения, так и людей. И я думаю, что оно не случайно послан в наш мир. И еще хочу сказать, я вот старую травницу смотрела по телевизору. Она работала в обители. И она говорила о том, что когда она проходит двор на селе, она видит растения, которые там растут. И она подходила, ну например, в одном дворе она видела валерьяну. Она подходила и спрашивала, скажите, пожалуйста, у вас, наверное, сердечники есть в доме. Ей говорили, да, да, сердечники. А в другом доме она что-то вот уже сейчас... А, мокрицу видела. Она тоже спрашивала, у вас, наверное, какие-то проблемы. Да, да, у нас проблемы. И она говорит, что Бог посылает всегда тем людям, которые больны, именно те растения, которые им нужны. И когда мы полим сорняки, все-таки следует не так все поголовно полоть, а все-таки следует немножко приглядеться, что же у вас там растет. Потому что у вас может быть растет как раз то, что нужно. И я вот после ее слов задумалась, под меня это все время растет чисто тело. Светлана, а вы только что пили чай и можете сказать, насколько он вкусен? Да, чай удивительный. Он очень нежный, приятный и пьется легко. И такое ощущение, что ты пьешь какую-то целительную влагу. Мы, правда, сюда добавили и мяту. Мята тоже вообще прекрасная. Мята тоже. К сожалению, обо всем этом узнаешь, потому что как-то некогда во время сезона. Узнаешь только к концу сезона, когда нужно уже уезжать, когда мы уже заканчиваем свои работы на участке, когда погода очень плохая. И я думаю, как хорошо, что еще продолжается лето, что еще есть эти прекрасные цветы, что можно их собирать и какое-то время попить. И запастись здоровьем. И запастись здоровьем, и посушить их, помимо того, что мы все много... Ну, кстати, с каждым годом все больше и больше людей начало сушить, заготавливать. Но если, как правило, все-таки мы продукты больше заготавливаем, те же самые кабачки, помидоры, огурцы... Ну, давайте я вам сейчас буду показывать... Да, во-первых, я хочу сказать, какие бархатца все-таки более полезны и содержат больше лютеина. Именно лютеина. Конечно, тем, чем они красочнее, чем цвет ярче, тем больше лютеина. В желтых и оранжевых уже меньше. Мы берем цветок и... Все-таки еще и этот возьмем. И масло можно залить экстра оливковым маслом. Такое первое отжим, естественно. Но лучше всего, конечно, льняное масло. Но когда мы льняное масло туда наливаем в эту баночку, уминаем тщательно и наливаем в баночку, то льняное масло очень быстро все-таки портится. Оно через две недели, уже открытое, когда бутылка, то она портится. Поэтому вам хотя бы нужно неделю настаивать и потом уже пить. Оливковое масло у него уже более долгий срок. А так выбирайте, потому что льняное, конечно, полезнее. И вот это вот то, что у вас получился концентрат лепестков, вот как раз их и можно употреблять или в блюдах какие-то, или просто с утра. Значит, хорошо, когда по две чайные ложки, три раза в день, и уже через две недели вы сразу почувствуете эффект. Конечно, хорошо провести курсом. Это уже побольше, где-то около месяца. Давайте собирать бархатцы. И давайте помните о том, что это чудо какое-то растение, которое пришло к нам, ну вот как из сказки. Удивительно уникальное растение. Оно не вызывает ни аллергии, как правило, никаких побочных эффектов. Ну вот есть индивидуальная непереносимость и, может быть, кормящим беременным матерям. Вот и все. А так это прекрасное растение для всех нас, живущих на планете Земля. Что-то видно? Цветы хорошо, да? Бликер. Маша, давай с тобой вдвоем. И, конечно, не обошлось без фотосессии Светланы. В моем саду рядом с прекрасными цветами. Снимать Светлану одно удовольствие. Сад замечательный, красивый. Видишь? Ты меня видишь? Ты меня слушаешь? Слушаешь. Вот. Как тебя зовут? А, ты Ванечка. Вон как. Красивый колпачок у тебя. И ты такой веселый, такой жизнерадостный. Мне это очень нравится. Ты хороший мальчик. И ты такой веселый. Продолжение следует...